Мы приветствуем всех! Сегодня мы покажем новое умение Джона Генри, Терминатора, управлять самолетом в симуляторе X-Plane 11, Boeing 737-800. Предлагаю сразу переместиться в нашу виртуальную кабину, и пока робот будет пилотировать, я буду рассказывать основные функции, ну и что вообще, почему и как. Итак, приступим. Джон Генри. Брэй, слушаю. Управляй самолетом. Принимаю обязанности командира воздушного судна. Начинаю подготовку к полету. Самолет Боэк 737, модификация 800. Подготовка к полету завершена. Жду разрешения на взлет. Бери в руку органов управления самолетом. Передаю в левую руку устройством управления тягой двигателей. Скажи, когда будет готово. Готово. Управление принял. Жду дальнейших указаний. Диспинчер взлет разрешил. Приветствую вас на борту нашего самолета. Я командир экипажа. Терминатор Джон Генри. Второй пилот Александр. Мы начинаем взлет из аэропорта Домодедово и набор высоты. Пристегните ремни. При достижении границ города Москва мы снизимся на высоту 200 метров и совершим экскурсионный полет над городом. Аэропорта Домодедово и б св 밤. Впоехали. 15. Скорость принятия решения. 16. Скорость. 16. Скорость. Шасси убрать по информации. Закрылки ноль. Начинать набор уступы тысячи метров. Уважаемые пассажиры, мы набрали заданную высоту. Тысяча метров. Скорость нашего самолета 476 км в час. Наш полет будет проходить над городом Москва. При достижении границ города мы снизимся до высоты 200 метров. Для детального рассмотрения вами города с высоты птичного полета. Наш план полета. Взлет с полосы 32Л аэропорта Домодедово. Пролет Красной площади, телебашня Останкина, разворот и возвращение и посадка на полосу 14Л аэропорта Домодедово. Минхоррис 328 градусов. Мы достигли границ города Москва. Начинаем снижение. Телебашня Останкин. Телебашня Останкин. В качестве программы моделирования воздушного судна мы выбрали симулятор X-Plane 11. Которые устанавливаются на виртуальные кабины при обучении пилотов. Т-код не выдержу. Значит симулятор позволяет передавать как из себя данные, так и принимать. В данном случае робот будет пилотировать не как автопилот, то есть не получая информацию с датчиков, а непосредственно анализируя ситуацию, смотря в экран телевизора только своими глазами. То есть как настоящий пилот. Причем не имея доступа никаким приборам. Только основные данные. Скорость, пройденное расстояние, компас, магнитрометр. Скорость будет оцениваться как приборная, потому как изначально я допустил ошибку. Нужно было конечно учитывать воздушную скорость. Но мы пойдем допустим со скоростью 500 км в час. Что если, допустим, самолет поймает встречный поток ветра, соответственно воздушная скорость увеличится. Но не настолько, чтобы выйти за пределы допустимые по летно-техническим характеристикам воздушного судна. Далее. Изначально, с учетом того, что моторика рук робота несовершенна, самолет будет отримирован с тангажом отрицательным. Отрицательным. То есть он будет все время стремиться опустить нос вниз. Поэтому... 16 часов. Ровно. Спасибо. Поэтому робот будет сохранять центральное положение, незначительно беря ручку на себя. Либо поднимать нос более сильно, дергая ручку джойстика на себя. То есть управлять самолетом он будет как реальный пилот. Слышите движение. Продолжение следует... Уважаемые пассажиры, со стороны правого бульта нашего самолета вы можете наблюдать крыль. Красная площадь, храм Василия Блаженного, Казанский собор. Красная площадь, дорогая пассажири, Храм Василия Блаженко. Джиевasses, regulatory пять тысяча. Д gemacht. Красная площадь и территории Алиэра. Продолжение следует... Внимание пассажиры, с правого борта вы можете увидеть знаменитую башню Астантина, телецентр Первого канала. Робот будет управлять самолетом, используя рычаги управления как человек. То есть джойстик в качестве штурвала, где будет управлять креном и тангажом, и рут, который будет управлять оборотами обоих двигателей сразу. Педали в данном случае не будут использоваться, будет включен автомат нейтрализации скольжения. То есть в Боинге предусмотрено пилотирование, не используя педали. То есть поворачивать будем за счет крена. Центр от города Москвы, сейчас мы выполним набор высоты и разворот в сторону аэропорта Домодедова, где совершил, надеюсь, верхнюю пассажиру. Включаю режим тупи. Визуально позицию и уровень горизонта терминатор будет отслеживать по зрению. То есть абсолютно только анализируя картинку визуально, как настоящий пилот, только глазами. Из-за этого он также может совершать ошибки незначительные в пилотировании, как человек. То есть самолет он будет пытаться поймать с учетом парирования ветра и других различных моментов. И впоследствии мы пригласим настоящих пилотов, которые оценят уровень и умение робота пилотировать Боинг. Пропустим обратный полет до момента выхода на глиссаду. Полный пилотируемый роботом полет вокруг Москвы будет выложен отдельным видео. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Гердал, выпустим шасси 200 100 Посадка Александр, активируй тормоз Кремльс Уважаемые пассажиры, мы совершили посадку. Авиакомпания «Скайдинг» желает вам всего доброго. Капитан воздушного судна «Терминатор Джон Генри» Второй пилот Александр прощается с вами. А сейчас мы едем на аэродром «Мельники» за Игорем Вертибраховым. Повезем его показывать, как робот пилотирует «Мельник», чтобы он дал свое экспертное мнение, как настоящий пилот. Дергает, да, туда сюда немножко, чая, да. Так вот, он и... Сейчас амплитуда-то маленькая, чем он больше летает, тем амплитуда будет раскачки меньше. Всем привет! Меня зовут Игорь, я пилот самолета СП-30. Сегодня побывал в гостях у Александра, создателя робота Т-800, да, насколько я понимаю. И посмотрел, убедился своим взглядом, насколько правильно робот управляет самолетом. Александр продемонстрировал, как пилот, как робот управлял самолетом «Боинг-737». Насколько я увидел, робот управляет достаточно хорошо. То есть сейчас понятно, что все это находится в процессе обучения, да, то есть, но уже есть достаточно огромный опыт управления именно у робота. Что самое интересное, робот использует только визуальный контакт с самолетом. То есть как настоящий пилот. Он следит за приборами, следит за горизонтом и на основании полученных данных управляет самолетом. Летит довольно хорошо, можно сказать так. Есть пока некоторые моменты, которые робот, конечно, в процессе обучения улучшает. Это понятно, но я бы сказал, летает довольно хорошо. Немножко плохо держит горизонт, но из-за особенностей, как объяснил Александр, из-за особенностей пока механики немножко болтает в крен, не может попасть в полосу. Но, тем не менее, для робота, который летит визуально, это достаточно такой большой прогресс. Достаточно высокий уровень пилотировать. Поэтому из-за горами в то время, когда роботы, наверное, пересядут в настоящий самолет и полетят по-настоящему. Поэтому приходите в авиацию, летайте. Это круто, это клево. Летайте на настоящих самолетах, летайте на симуляторах. Приходите к нам на аэродром. Мы научим вас летать. Спасибо! От винта! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ